Виктор Шурыгин 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 определенными оппозиционными силами. Не все понимали необходимость, и не все хотели понимать. В первую очередь, естественно, из-за того, что многие теряли свои теплые насиженные места. Это была главной причиной. Но это все субъективное было побеждено. В итоге, с несколькими переносами сроков, со сложностями, ведь кругом были задействованы федеральные структуры, и это не просто решается. Это государственная машина, очень инертная, очень труднопроворачиваемая. Но это любая машина бюрократическая такова. И у нас, и там. Получилось, да. В итоге, как они не мучились, но в итоге поженились. Вот, собственно говоря, 1 октября получила путевку в жизнь новое предприятие. А в результате что получится от объединения? А вот в результате, да. Перспективы какие? В результате, естественно, мы все рассчитываем, и органы госуправления рассчитывают, что, естественно, появятся новые возможности. То есть в результате объединения двух предприятий получится не просто арифметическое сложение результатов двух предприятий, а возникнет за счет сложения тех свойств, которых не было раньше у каждого предприятия, а теперь в объединенном они появились, возникнет нечто дополнительное, нечто та дельта, ну, одним словом, то, что называется синергетическим эффектом. То есть получим больше, чем можно было получить простым суммированием. И это действительно так, потому что, скажем, в Титане огромные интеллектуальные возможности, огромные возможности по проектированию новой техники. В общем-то, они все реализуются, но все равно какие-то есть резервы. На баррикадах приличные, я бы не хочу сказать грандиозные, огромные, но очень большие резервы производства. Большие резервы производства. И можно производить значительно больше. И это потребуется. И я говорю здесь не только о вооружении, которым мы занимаемся, а, конечно, речь сегодня должна идти и о гражданской продукции. Мы должны выпускать сложную, современную, высокотехнологическую гражданскую продукцию. Какую? Это отдельный вопрос. Я бы сегодня не хотел подробно на этом останавливаться, потому что, как говорится, ну, еще курочка в гнездышко не садилась. Но примерно вы уже знаете. Примерно знаем, потому что и до конверсии, и во времена конверсии, когда это было модно слово, мы занимались, значит, разработкой, проектированием гражданской продукции. Но в силу той экономической разрухи, которая царила в нашей стране в 90-е годы, все это оказалось не востребовано. Хотя сегодня в плане импортозамещения, в плане, ну, вот, той экономики, которая у нас получается сегодня, с уменьшением возможности получения каких-то определенных товаров Запада, конечно, гражданская продукция, безусловно, ее значимость вырастает. Производство у нас в России. И речь не идет о той конверсии, в кавычках, которую все с издевкой там называли по-другому. Это речь не о кастрюлях, не о сковородках. Речь должна идти о высокотехнологичной гражданской продукции. Это может быть дорожная техника, строительно-дорожная техника. Это может быть что-то связанное с гидросооружениями, с которыми мы уже сегодня работаем, с реконструкцией гидросооружений, которые в России достаточно много, а они все были заложены довоенное и послевоенное время. Тот же наш Волгодон. А еще есть Беломор канал, есть еще канал Москва-Волга и так далее. 5600 человек трудятся на вашем предприятии. Какие-то задачи главные вы уже поставили перед ними? Или это общие какие-то вопросы? В первую очередь, что? Если говорить о формальной стороне вопроса, то, конечно, я встретился с коллективом руководителей, собралось около 60 человек в актовом зале, и я рассказал свое видение развития совместного предприятия. Значит, расставил определенные точки, так сказать, как говорится, определил направляющие косинусы. А можете эти точки сейчас расставить, если не секрет? Главная задача, ну, это понятно, и это было, в общем-то, неоспоримо, что управление предприятием, которое называлось КБ «Титан», было более эффективным, чем управление предприятием, которое называлось ПО «Баррикады». у нас было меньше формализма, у нас, я говорю, в «Титане», у нас была более такая понятная расстановка кадров, у нас была прозрачная заработная плата, которую каждый понимал, и, безусловно, зависящая от результатов труда. Ну, и результаты тоже были. У нас выработка на одного работающего превышала, ну, в три с лишним раза, почти в четыре раза выработку на одного работающего на баррикадах. Ну, достаточно сказать, что вот, если говорить абсолютными цифрами, по прошедшему 2013 году «Титан» выработал, там, скажем, 10,2 миллиарда рублей, миллиарда рублей, а баррикады выработали 10,4 миллиарда рублей, или 10,5, это одно и то же. Но в «Титане» работало 1250 человек, а на баррикадах работало 4000 человек. Вы понимаете? Вот вам, как говорится, производительность труда. Причем мы делаем свой товар на производственных площадях опытного завода. Мы опытники, наша задача делать, ну, что называется, первые сигнальные образцы, проводить госиспытания, участвовать, дорабатывать, доводить и делать установочную партию. А мы серийно выпускаем ЯРС, обеспечивая программу национальной безопасности уже много лет, решая не совсем свою задачу, но успешно ее решая. Теперь появляется возможность, имея грандиозные, ну, не грандиозные, а очень серьезные и большие мощности завода серийного, это все приумножить. И, безусловно, для нас сегодня, а мы, как никто, серийный завод не сильно видит перспективу. Он зависит от конструкторского бюро, он работает под нашей документацией. У нас идут ниры глубокие, которые будут реализовываться в 2025-2030 году. У нас идут опытно-конструкторские работы, которые дадут плоды, скажем, в 2018-2020 году. Это будущая загрузка завода, мы ее видим. Завод этого не то что не знает, ему это не положено знать. Это все идет за очень большой завесой секретности. И мы об этом не имеем права говорить, и мы об этом не говорим. Да, у нас продукция всем известная. Искандер делает завод, Ярс делает, значит, опытный завод нынешнего объединенного предприятия ЦКБТ-Танк. Ну, во всяком случае, когда ваша техника идет по Красной площади на парадах, я думаю, что многие жители Волгоградской области испытывают только гордость за то, что у нас вот есть. Ну, конечно, я думаю, что вот эти чувства, они возникают и у жителей города, но они, конечно, безусловно, возникают в первую очередь у наших работников. И это, ну, дает какой-то душевный посыл, так сказать, заниматься, соответственно, порученным делом, любить это дело, ну, и быть патриотами нашей страны. У каждого из предприятий и «Титана», и «Баррикад» своя очень богатая история, традиции. Не растеряем мы вот это вот все при таком объединении, при будущей работе? Я думаю, что не растеряем, безусловно, и я уверен, что не растеряем. Ну, понимаете, хранить традиции, наверное, это наиболее легкая задача. Есть красные замена, есть ордена, есть ветераны, которых мы уважаем. Многие ветераны, заслуженные, получают дополнительную пенсию. С ветеранами встречаются, значит, их информируют, их приглашают на какие-то торжественные события. Ведь традиции живут, ну, что ли, их люди создают, и они хранятся именно в головах людей. И пока есть люди, которые, ну, скажем, помнят, как это все было раньше, как это было сегодня, и есть преемственность поколений, есть люди, которые передают молодежи это свое видение и свои традиции, и все будет продолжаться. Поэтому речь о потере традиции даже не должна идти. А скажите, пожалуйста, вы в идеале каким видите ваше производство? Ну, в идеале, только общими словами можно сказать, что это, безусловно, хорошо оснащенное современной техникой, высокотехнологическое производство, где работают квалифицированные люди, со значительным процентом работающих с высшим образованием, специальным образованием, профессионалов своего дела. Ну, и, безусловно, конечно, патриоты своего дела и патриоты страны. При том, при всем, что мы решаем глобальные задачи национальной безопасности страны, мы еще помним о той маленькой роли, которой мы все-таки играем и в нашем регионе. Все-таки мы для региона не просто абстрактный завод, который не приносит никакой пользы конкретно живущим людям. Мы достаточно крупный налогоплательщик. Все наши налоги, которые положены, все остаются здесь и нигде. Мы платим налоги здесь, никуда они не уплывают, ни в офшоры, ни в столицу, ни в какие другие. Поэтому, ну, а если иметь в виду, что сегодня успешно работающих промышленных предприятий не так уж много, то мы вносим свою лепту, наверное, достаточно серьезную, в развитие нашего региона. Скажите, пожалуйста, на следующий год у Титана юбилей. И у вас юбилей. Что бы вы хотели сказать, вот то самое главное, на ваш взгляд, в преддверии этих дат? Нет, ну вот доживем на юбилей, тогда и скажем. Продолжение следует...